Установим взаимно однозначное соответствие между деревьями и бесконфликтными последствиями. Это будет просто так биекция. То есть она будет естественная, но она будет уже в биекции Гельца. А потом у нас будет биекция, которая была придумана в 1980 году креверсом и обладает замечательным свойством при этой биекции. Количество инверсий соответствует тому, что у нас в бесконфликтной последовательности. Я хочу построить взаимно однозначное соответствие между нумерованными деревьями и бесконфликтными очевидьями. Как помните, когда мы рисуем дерево, есть некоторая неоднозначность. Давайте посмотрим на эту картинку. Было мне очень понятно, что рисовать вначале. Один или три, два или два. Вот здесь я вот так рисую, вот так. Так вот, давайте договоримся до следующего простого принципа. Те решения, с которыми соединен корень, я буду рисовать на следующем уровне. Дальше пойдет к следующему уровню. Ребята, какие-то решения будут поставить. Собственно говоря, не обязательно дерево, так как растет, что называется, во всех местах конномерта, запросто может быть, например, что-нибудь такое. Тем не менее, я выставил это отсчитывать как один уровень, это как следующий уровень, это как следующий уровень, это как следующий уровень. Это вовсе не значит, что здесь пойдет один, два, три, четыре. Четырнадцать. Ну, я, соответственно, давайте спешу. Вот представьте себе, что дерево так было устроено. Ну, например, сейчас мне нужно выписать бесконфликтную очередь. И мне надо понять, почему она обязательно будет бесконфликтной и так далее. Так, для этого потребуется перенумеровать эти самые вершины. Здесь нужно вводить новые номера. Придется их писать здесь. Это будет номер пятнадцать, будет номер четырнадцать, тринадцать, двинадцать, одиннадцать и так далее. Заметьте, я не обращаю никакого внимания на номера, которые здесь написаны. Семь, шесть, пять, четыре, три, два и одиннадцать. Вот это называется новые номера. Каты, член последовательности, это новый номер, редко вершины. Старый номер, который равен числу К. Нужно под этими числами выписать соответствующие номера. Старый номер один, вот мы их превершили, новый номер здесь пять. Старый номер два в этой, редко вершины. Новый номер тоже пять. Тройка, старый номер где у нас? Тройки два. А? Тройки два. А кто поставили новые номера? Я поет, новый номер, вот. Кружочек. Это понятно, а как поставили? Я поставил, за счет, просто внизу поставил, потом поляку. От пятнадцати до один двойки убывания слева направо. Шоу ставили. Один, новый номер четырнадцать. Двойка, новый номер пять. Тройка, новый номер восемь. Четверка, новый номер восемь. Новый номер 5. Пятерка. Новый номер 7. 14. Новый номер 4. Спасибо, что исправляетесь. У шестерки. Новый номер 8 у предка. У числа 11. Новый номер 15. Кстати, я его прошу решила пройти и под каждый... Написать новые номера. Делал его потомки. Правильно. Так, у числа 12. Новый номер 12. У числа 13. 15. 15. 15. И у числа 14. Новый номер 11. Отлично. Господа, вот утверждается, что... Что, знаете, ваши деньги разведутся? Последовательность, которая здесь возникла, является бесконфликтной очереди. Давайте это, во-первых, осознаем, а во-вторых, что называется, научимся по бесконфликтной очереди вырисовывать дерево. Это должна общая фраза. Понятно, что если мы дошли до M-ного слоя, и мы знаем, что там хотя бы M вот этих палочек будет, то понятно, что в M плюс первого слоя идет хотя бы один отрезок. Так. Ну, давайте поймем то, что сейчас Коля сказал. Поскольку у нас эмбирация шла действительно по слоям, то, собственно говоря, у нас в момент, когда мы рассматриваем, есть какая-то такая картинка. Есть корень, из него выходит несколько штук, из него выходит несколько штук, да? И представьте себе, что мы вот дошли до какого-то места. Проходили, 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 вот дошли. Можно сказать, что еще что-то есть, может нету. Вот. И нас интересует, чтобы вот каждое из чисел, которые здесь присутствуют, вернее так, если здесь всего мы отметили несколько точек, нам нужно, чтобы вот все вот такие вот числа были отмеря, были указаны не меньше, чем вот и сколько есть. Да, и почему же? Ну, посмотрите, вот это нижнее число будет, на самом деле, указано столько раз, сколько вот этих точек, правильно? Каждый из них его укажет. А, опять же, задача про дерево и стрелочки, господа. Смотрите, ведь, когда мы что-то пишем, фактически мы указываем такую стрелочку. Отлично. А стрелочек на дереве вообще-то... Столько же, сколько ребер. Столько же, сколько ребер. Да. Стрелочек будет столько же, сколько ребер. Так, 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 ну, вы почти сказали. Если меня интересуют какие-то числа, то есть это 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, да? Давайте поймем, сколько тогда будет упоминаний чисел. А вот чисел, которые больше, чем 3, то есть чисел от 4 до 15. Упоминаний будет на самом деле столько же, сколько здесь стрелочек. Это понятная идея? С количеством все хорошо. Возникает другая проблема. Как восстанавливать исходное дерево по вот этой вот записи? На самом деле, это опять проблема только, чтобы за этим понятием. Ребята, мне кажется, что здесь все написано. Ведь, посмотрите, что на самом деле означает вот эта штука. С новым номером 12 соединена дробь вершина со старым номером 9. Если я захочу реконструировать дерево, что я должен что-то первым делом сделать? Я должен найти корень. Корень, он вообще-то имеет старый номер 0 и новый номер 15. Лично я рисую вершину со старым номером 0 и номером 15. После этого я смотрю, где здесь слеет просто что-то 15. И оно здесь должно встретиться четыре раза. И говорю, что вот над ними написаны старые номера. Мы договорились старые номера писать в порядке возрастания. Значит, говорят, я уже расстановил этот этаж. Ну, отлично. После этого я им даю новые номера. Но и после этого эти новые номера ищу здесь, устанавливаю следующий этаж. Этаж, этаж, этаж. Этаж, этаж.